Этого события жители Котласа ждали много лет. Не случайно на церемонию официального открытия площади трех вокзалов в полдень рабочей пятницы собралось столько людей. Сдача объекта в эксплуатацию прошла в атмосфере праздника. Были духовая музыка, гости в приподнятом настроении, официальные лица. Это вот совместная работа и конечно то, что это мы сделали в самые сжатые сроки, это дорогого стоит. Я думаю наши земляки по достоинству оценят эту работу. А ведь еще свежи воспоминания о том, как это место выглядело буквально год назад. Полная разруха и запустение. Утручающее впечатление усугублялось видом облезлого фасада здания железнодорожного вокзала, которое было закрыто для пассажиров и одето в строительные леса. И вот исторический момент. 1 августа 2014 года открылась для движения автотранспорта отреставрированная площадь. Распахнулись центральные двери железнодорожного вокзала, капитальный ремонт которого близок к финальной точке. Заработал автовокзал. Общий настрой горожан в стихах выразила котлашанка Людмила Невзорова. Остались в прошлом ожидания. Вокзала неприглядный вид. Строителям за их старания народ спасибо говорит. Подрядчиком на этом объекте была проверенная котловская фирма из холдинга Андрея Палкина. Север Булгар сервис. Все работы заняли около четырех месяцев, хотя по контракту должны были завершиться лишь к первому сентября. Здесь кроме того, что было запланировано, сделано почти вдвое больше. Ведь планировалось просто асфальтиком сверху прикатать и все. Но катать по тому, чего там было, там сэндвич всякий разный, от песка до глины и кончая бетоном, она бы очень быстро пришла в то состояние, которое было до этого. В соответствии с проектом, после реконструкции площадь стала современной, функциональной, безопасной. Она простирается от ЖД вокзала до улицы Виноградова. По обеим сторонам вдоль сквера с монументом паровоз, парковки для личного авто. Рядом с главным входом в железнодорожный вокзал места для такси и карманы для посадки и высадки людей. Раньше ведь было как? Этого не было ничего. Шли прямо кто как хотел. А сейчас уже есть свои пешеходные дорожки. Автобусы и общественный транспорт теперь беспрепятственно передвигаются по специальным, отведенным только для них зонам, забирая пассажиров с высоких платформ. Сейчас иду и думаю, какая красота стала на площади. И просто даже душа радуется, и сердце радуется. И что вот именно, что вот такого нужно было давно. По сравнению с тем, что год назад было, да, тут вообще очень красиво у вас стало. Удобные стоянки, подъезды хорошие. Максимум средств на ремонт такого сложного и затратного объекта удалось получить из областного бюджета – 16 миллионов рублей. Выделили их только на условиях софинансирования. Соучастие города вылилось в приличную сумму – еще 4 миллиона. Сегодня бюджетные приоритеты выстраиваются вот в той последовательности, которая сегодня всеми принята. Это ветхое аварийное жилье, это детские сады, это школы. Но без вот такого уюта и комфорта городской среды мы же понимаем прекрасно, что настроение горожан будет слегка, как говорится, серым и скучным. Когда есть вот такие места, которые можно, как говорится, прийти и порадоваться глазом, да, это создает хорошее настроение и хорошее впечатление. Поэтому это бесспорно, что деньги вложены с умом и сделаны. Сейчас вот хорошо, только опять хоть бы хранило все. И не покостили бы ничего. Опять ведь надолго ли. Опять все, и сарапают, да, намажут, да, вот надо следить будет. Отвечать за содержание площади трех вокзалов будет муниципальная служба благоустройства. А если и горожане будут относиться к ней бережно, то южные ворота области, так как крестили региональные СМИ нашу площадь, сохранятся в привлекательном виде на долгие годы.